Добрый день, дорогие мои! Ну, я дома. Меня выписали, и я благополучно добрался, а теперь уже и благополучно гуляю. Пришёл вот в аптеку, это примерно километра-полтора от нашего дома, и так хорошо дышать хорошим свежим воздухом. Пришёл для того, чтобы закупить лекарств, поскольку надо понимать, что операции лечения не заканчиваются, два месяца ещё буду принимать антибиотики, ограничивать себя в бане, в еде, ну и самое главное для меня печальное в езде на моём самокате. Ну, потерпим. Ради того, что было бы здоровье, можно и потерпеть. Я вам потом ещё подробнее расскажу, что же такое проблема простаты. Я теперь специалист в этом. А сейчас я вам обещал обзор хирургического урологического отделения областной клинической больницы. И сейчас мы подробно рассмотрим как плюсы, так и минусы, и то, к чему вам там готовиться, я вам подскажу. Дам советы, которые нужно исполнить, чтобы полежать там легко. Ну и использую. Давайте я вам всё последовательно расскажу. И начну я с не очень хороших, давайте, фактов, а то заканчивать плохим, как говорится, не очень правильно. Так вот, смотрите, прибыл я в пятницу 16 декабря. И это была ошибка для меня, потому что операцию это делали только во вторник. Я не знаю, почему так в больнице обустроено, что нужно лечь или кладут за 4 дня до операции. На самом деле, может быть, у них так, конечно, койки закрываются и больные лежат, но больному психологически сложно готовиться к операции в такой обстановке, где у тебя вокруг все больные, ходят с кровью, ты ещё не знаешь, как у тебя это всё будет, но уже мандражируешь. Конечно, я не потратил эти дни зря. Я сразу включился помогать этим больным, возговаривать с ними. Народ там хороший, всегда лежит, потому что он больной, и ему нечем, грубо говоря, перед тобой возвыситься, если ты такой же, как и он. В общем, я потратил не зря эти 4 дня, и во вторник, мне сказали, что будет во вторник операции, прямо в пятницу, готовился уже к операции. Ещё один минус тут произошёл. Значит, прошёл некий, можно так сказать, предварительный обход, то есть вошёл врач с широким лицом, который вдруг заявил, ну, я не знаю, как мы сделаем ли в этом году вам операцию. Я говорю, как не знаете. Меня на вторник назначено. Это в понедельник был этот обход. У нас ещё четверговые не обработаны, поэтому я не знаю. О, как скользко. Падают девчонки. Вот. Травма. Я был удручён. Как? Вроде я уже 4 дня пролежал вот-вот, и вдруг неизвестно, в этом ли году, и уж точно не во вторник. И ушёл. Такой развернулся и ушёл. Я спрашиваю мужики, а чё делать-то? Ну, почему-то у мужиков родилась версия, что он денег хочет, беги за ним, дай деньгу, и тебе завтра сделают. Я на это не повёлся. Я посчитал, что это неправильное решение. Думаю, найду сейчас заведующего, и мы с ним всё обсудим. Но оказался это такой предварительный. обход. После пришла большая делегация во главе не с даже не с заведующим отделением, а поводим кто-то повыше. И обернувшись ко мне, этот начальник, услышав доклад вот консультанта или ординарца, не знаю, как его назвать, что этот готовится завтра на операцию, сказал готовьте. обернувшись ко мне. Да? Ну, вот, как он у нас с другом не делал. Ну, правильно, так, ну, ладно. С опять человек, вылился, И вылился, вот, 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 завтра убрать продавец будет закончиться, отлично. пусть я вылился, Я подалюм простаты, плановый пациент, планируется на туфу. Я сужу пациент бараном, макарином турецу, понадобится пузыря, подалюм простаты, покупил пятницу. И тут, в котором выговорили? все равно. Ну, как лечат все равно еще. Пациент чугунов, мочекаменная, в оленях, единственные, левые точки, стенд 2МП, слева, к нам для поправок стендирования, стендирование, все хорошо. Совершенно не стендировали, через этих, где творец, перспективы какие-то, где-то, 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 пациент ковалья, построкопедия, справа, левая, справа, аксиотина терапия. Это меня успокоило, но я скажу, что, конечно, такое поведение первого врача, оно некорректно, оно не врачебное. И сразу, конечно, могу сказать, что вот такой психологии и подготовительной, и послеутешительной мало. тот врач, который мне дальше делал операцию и как со мной общался, он в этом молодец, Александр Вячеславович Тарасов, он и успокаивал, и разговаривал, все такое. Но остальные врачи не отличались какой-то такой. Вот. Один еще удивил тем, что пришел на обход на второй день после операции. У меня почему-то после операции очень заболела шея. Мне показалось, что это все-таки как-то относится к уколу, которой делали заморозку в том, что до этого шея. Ну, в общем, не важно. Когда я лечащему сказал, что у меня эта проблема, он ее решил, поставили мне какой-то капельницу, и я пропотел и шея прошла. На следующий день он предложил еще одну капельницу сделать. Я отказался, говорю, все нормально. Но к вечеру опять так защемил, ну, прямо не шевелится шея вообще. И зашел с обходом дежурный врач в темном таком костюме, не русский, и я ему высказал, говорю, вот смотрите, у меня шея, мне ставили какой-то значит антибиотик, все прошло, и он так сказал, ну, это с лечащим врачом решайте. И ушел, не ушел. Мне казалось, это тоже по отношению к больному, отношение к врачу, врача неправильное. мне пришлось терпеть до следующего обхода. Утром пришел другой в голубом костюме, больше похожий на Кадырова, чем на врача врач. Но когда я ему эту проблему сказал, он в общем назначил укол, и мне укол сделали, и опять все прошло. вернулся лечащий врач через сутки, и поставили мне еще капельницу, и вроде шея совсем прошла. Вот это я бы так сказал два негативных эпизода с врачами, которые в этом отделении. Я считаю, это и есть главные минусы. Остальное все как. очень чистенько, все хорошо. Бельнишка свеженькая, кровати жестенькие. Кто любит спать на мягоньком, не рассчитывайте. Заранее планируйте, что будете на досечках маленечко мучиться. Значит, те, кто любит хорошую пищу, не ждите. То есть, пища так, не, мужики говорят, ничего, а я-то привык без мяса, она вся с мясом намешана, там, курица намешана, еще что-то такое. И для меня, конечно, она такая, честно говоря, маленько неправильно пошло все в кишечнике, но потом отрегулировалось. Но народу много носят всех передачек. Мне перепадало, тем более за хорошие разговоры. Ну и огромная благодарность Ольге и Татьяне, которые из Иваново тоже принесли мне передачки, поблагодарили, что я их утешаю через свой канал и заверили в любви. Очень хорошие передачки были Оля, Таня, спасибо вам огромное. Вот. В пище один маленько негатив это то, что я не смог съесть ни одного яйца. Я их разлупляю, а они пахнут. Мужики удивляются, но это, наверное, не яйца проблема, а наша, так как мы здесь берем у Константина, который нам сыр делает, а он куриц кормит подходами сыропроизводства, то есть сычужок там натуральное зерно, ну, в общем, творожок и все остальное. Курицу у него несут идеальные яйца, поэтому вот этот, наверное, не минус в еде, а минус в моем отношении к этим яйцам, я могу констатировать. Зато такие классные раздачицы. Там одна раздачица, она инженер была в прошлом. Так весело, то есть так вся, все бодро, так все бойко. Молодец, от нее больше всего настроения в отделение положительного, которое утешает всех больных. Я взял хорошее интервью у зав. отделением Ильи. Оно выйдет, очень хорошее интервью, там по всем технологиям посмотрите и все. Ну, а закончу я вот хорошим, скажу, что действительно очень хорошие. Сестры все безупречны. Я 30 лет не ставил себе капельницы, потому что умер 30 лет назад от капельницы. Я считал, что я больше в жизни не смогу этой капельницы принять ничего. Все принял. Ставят и не больно, и капает, и хорошо. В общем, медсестрам огромный поклон и благодарность. Все вежливые, все и уборщицы такие же хорошие. Вот так. Ну, вот и все. По общей оценке, так, если пятибалльная шкала, то четыре абсолютно твердые отделения. Понятно, что там много еще не хватает, и не все самые совершенные оборудования, и не все самые совершенные такие вот остатки остались еще от старой клиники, такие внешние там. Ну, это уже абсолютно меньше, потому что вот таким образом я бы даже отделение четыре с плюсом поставил. Может быть, даже так. Вот по техническому обслуживанию и это. По персоналу вот из-за этих двух инцидентов с двумя этими врачами они, может быть, хорошие врачи. Ну, четверка, четверка, пятерку не поставлю. По десятибальной шкале может быть, даже семерка. Но конкретно зав. отделение и лечащему влачу Тарасову Александру Вячеславовичу твердые пятерки, твердые десятки. Ну, очень хорошие люди. И я думаю, что если им все дать достаточно для того, чтобы здесь технически обеспечить, койками обеспечить, они могут вообще межрегиональное такое отделение сделать. я насколько понимаю, у нас проблемы эти большие как в области, так и вокруг, а центров такого уровня очень мало. Я лег сюда по рекомендации аж московских врачей, что здесь неплохой центр, а почему только здесь и почему тогда такого, можно так сказать, количество коек, что пришлось ждать целый месяц, чтобы лечь. Это по плановой, по такой достаточно оперативной истории. Поэтому я считаю, вот под такой коллектив, под такого заведующего надо отделение расширять. И такие врачи, как Тарасов, они могут дополнительное руководство обеспечить. и поэтому отделение должно быть намного больше. Ну, не один этаж, я думаю. Вот так, вот такое мое мнение. И поэтому скажу, что не бойтесь и не тяните. Я сейчас в другом ролике расскажу, что приносит это затягивание. А вам желаю не бойтесь. Ложите, сделайте. Операция это менее, на мой взгляд, ущербная чем лечение таблетками многолетней. Здесь сделали, потерпишь и пошел. Все, здоровья всем, радости, не хворать. всем.